всем привет всем кто с вами здесь и всем кто с вами где-то здесь всем привет Boven 뭐야 мы с вами давно обсуздаем тему любовь мы с вами обсудили уже со всех сторон что это такое и с чем это едят сегодня мы немножко повторим и дополним то, что было до этого и начнем внутри цикла любовь, новую тему, у нас была тема, которую Фанна пропустила, я так и не смог ее записать, про то, что, собственно, Фанна спросила, мы сегодня тоже это немножко затронем, про то, что конкретно вкладывать, то есть что любовь это вложить в себя или в кого-то что-то, что вложить, но сегодня будет продолжение вот этой темы. Начнем немножко повторить, да, одна из самых таких главных, в общем-то, идей, наверное, если этот весь курс плюс-минус засунуть просто в одну картинку, то выглядит она примерно вот так, или можно вот так, да, то есть в чем здесь идея, в чем здесь идея, вот ты, может, поближе сядешь или очки оденешь? Влад. Очки хочешь? Ты ничего не увидишь оттуда? Значит, то есть по этой схеме мы сказали, построен вообще человек, любая личность построена вот по этой схеме, да, странной, и весь мир тоже построен по этой схеме, то есть весь мир написан, все духовные миры идут вот таким каскадом, передачей энергии сверху вниз, и сам человек, личность построена точно так, значит, то есть эта схема, она дает нам очень глубокое понимание и человека, чем ему нужно заниматься, и как нужно строить свои отношения с миром, как нужно строить отношения с собой, как нужно строить отношения с миром, то есть первое, во-первых, чтобы здесь началось что-то литься, да, то есть вот это я, да, теперь это, допустим, моя семья, это, допустим, мир, это, допустим, не знаю, там, мой народ, не знаю, моя страна, это, допустим, мир, да, ну, допустим, мы так это разделим, Теперь, чтобы здесь везде было что-то, значит, ты мог наполнить вот это количество людей, ты мог что-то кому-то дать, то есть кого-то любить, то это первое должно вот здесь вот что-то выливаться, да. Это мы сказали, что этот источник, он называется, как он называется? Как он называется? Самый верхний источник, откуда рацион, мы сказали, желание. Не-не, это если у Всевышнего вот этот верт, да, а у человека он называется желание. Влад, я сейчас прям тебе с глаз отсвечу. Да. Ну что, как заставляешь меня как-то злая филка какая-то серия? Ну покажи нам всем, что ты там читаешь. Ну все посмеливайся. Да, все посмеливайся. Так, то есть сначала нужно заполнить свое «я». То есть сначала мы говорили, да, про тему уединения, сейчас мы тоже немножко про это говорим. Сначала наполним «я», а потом если это «я» заполнено, то потом ты как следующий пункт, следующий этап, ты можешь кому-то что-то дать и кому-то сделать хорошо, если ты сам выработал качественную такую хорошую личность, ты можешь кому-то с кем-то строить по-настоящему хорошие отношения. То есть когда у тебя начинает переливаться, да, как из стакана через край, ты можешь, вот это то, что переливается, это то, что ты можешь отдавать кому-то другому. И чем больше «я», тем большее количество, в общем-то, людей, тем большее количество уровней ты можешь заполнить дальше. И источник всего вот этого, на самом верху, откуда берется вся эта энергия, это то, что называется «желание». А мы сказали, как менять желание, да, это то, что называется «тфила». Там задали несколько вопросов, на них ответили. То есть «тфила» — это мои просьбы ко Всевышнему, но они каждый раз, те, кстати, на тот же, но они каждый раз разные, потому что каждый раз меняется мотивация, почему я это прошу, зачем я это прошу. Можно вот так, да, это очень прикольно, есть такие, ну, это кедуш, да, делают шаббат, и есть такие вот наборы, где, ну, делают кедуш, а потом надо же там всем детям, например, разлить, да, всем домашним, и просто вот здесь дырочки такие из своего стакана наливаешь, он разливается по всем этим стаканам, да, то есть нужно, чтобы этот стакан, мой стакан был полным, чтобы я смог налить кому-то, налить кому-то еще. Что, ну, например, дает эта схема, да, из очень понятной пещеры. Люди многие считают, что вот это заполнить, заполнить, сейчас, подождите, что заполнить их должен кто-то извне, да. Вот это вот основная тема, вот это вообще тема эгоизма и того, что человек продуктивный сам что-то создает. Люди ждут, что кто-то вот сюда им что-то зальет. Никто вам никогда сюда ничего не зальет, все нужно делать с ума. Так, и теперь это что такое, есть у меня один друг. Друг у него, он учится сейчас в Ешиве, и у него, значит, уже там канал в Телеграме, он уже в топах некоторых фигурирует, канал в Телеграме «Хакнем» называется. Он учится в Ешиве, и что там, ну, там уже 11 тысяч человек у него в этом канале. Вот ему задали такое… Десять с половиной. Ну, был один, а сейчас 10,7, надо, извиняюсь. 10,5, если он не захотел. А, ладно, вот видите, у нас тут уже есть поклонники даже. Значит, и один вопрос просто, который в тему ему задали, мы так подведем некоторую черту подо всей этой идеей, вот этим, ему задали вопрос один подписчик, а как он на него ответил? «Здравствуйте еще раз. Считая вас, я решил обратиться за помощью. Хочу вам, конечно, спросить про душевную независимость, если можно так назвать. Отказ от дружеского плеча, независимость от других, полагаться только на себя и плюнуть на все остальное. Находить комфорт в уединении, вернее, не комфорт, а просто считать, что это норма. Мне кажется, это лучшим, что может быть, но нетруднейшим достижением. Поэтому я имитаюсь, как же на самом деле правильно. И посмотрим, что он ответил. Вот эту идею мы ей много раз сказали, что нужно самому как-то заполнить себя. Посмотрим, что он ответил. Значит, быть связанным с другими людьми или быть одному? Так звучит вопрос по пище, которую он задал постом выше. Приведу примеры собственной жизни. Однажды, в выходной день, ну, вот это вешиве у нас, где я учился тоже, когда принято выходить, это в шаббат, да, и прогуливаться рядом с нашей академией, в которой я живу и учусь. Ко мне подошел мой приятель и спросил меня такой вопрос, когда увидел, что я собираюсь на прогулку. Его вопрос звучал так. Ты что, один идешь гулять? Я почувствовал себя неловко, когда мне задали такой вопрос. Мне как-то даже захотелось извиниться или оправдаться из-за своего поведения. Конечно, я не прав или что-то в этом роде. Упасть на колени и умолять, не судить меня так строго. Ну, я не стал так шутить, но задумывался, почему мне так комфортно одному. Я не могу сказать, что я не люблю гулять с друзьями или что у меня есть проблемы с общением. Я люблю общаться и вообще я люблю людей, но у меня есть потребность, потребность в том, чтобы общение раскрывало бы что-то, чтобы оно было глубокое и качественное. Если так случается, что я оказываюсь в компании, в которой присутствует пустой трек, то я из вежливости стараюсь не подать виду, что не разделяю такой способ времяпрепровождения. Таких компаний я всегда стараюсь избегать. Но в какой бы ситуации ты не оказывался, будь вежлив со всеми всегда. И вот вижу одну глубокую мудрость, которую я нашел у древних мудрецов недавно. Я понимал эту мысль до того, как ее увидел, но когда увидел записанный по-настоящему мудрецу людей в Робейн-Абхайе, да, я его как-то спрашивал, меня очень порадовало и укрепило собственное мнение. Смысл в том, что человек по-настоящему растет, когда он один. Это прямо написано в Робейн-Абхайе, книжка «Хавот-Левавот» есть на русском, тоже, по-моему, есть. Ему нужна тишина и спокойствие, чтобы разобраться в самых сложных вещах. Другой человек будет только мешать ему концентрироваться, обдумывать вещи и продвигаться. С другой стороны, самая высокая степень интересности человека, когда он связан с другими, несмотря на то, что его рост происходит именно тогда, когда он один. То есть, есть три уровня развития человека. Вот это очень крутая схема, Равдешлер про нее пишет тоже. То есть, первый уровень – это что я, там, ребенок, да, например, я зависим от родителей, зависим. То есть, ну, в общем-то, и многие люди, они социально зависимы, зависимы в своем мнении и, в общем, много по каким пунктам зависимы. Первый уровень – это когда человек, он зависим от других. Второй – это когда он независим от других, типа я все сам, я все могу. Но это тоже не самый крутой уровень. А самый крутой уровень – это когда ты становишься еще в этом обществе остальных людей, ты становишься как бы таким проводником, да, взаимозависим. Окей, значит, индикатор – вот это очень круто. Сейчас мы уже переходим к Рафтверскому. Он задает такой, то есть, это написано, вот эта вещь, которая здесь сейчас написана, она написана у очень многих еврейских мудрецов, написана во всех психологических книжках, что индикатор духовной зрелости – это то, насколько хорошо ты можешь переносить одиночество. То есть, если тебе в одиночестве хорошо, то ты можешь вступать в хорошее отношение и быть хорошим человеком вообще. Если тебе в одиночестве плохо, то… То есть, вот дамы, знаешь, которые по вечерам пьют вино, и у них там по шесть котов, они не думают, что они… По шесть котов – это точно. Это уже… Это уже психологический пример. Так вот, переносимость одиночества. Теперь, почему человек плохо себя чувствует, когда он один, и отвечает Рафтверски, и знаете, почему? Ладно. Знаешь, почему? Потому что, а как вы будете себя чувствовать, когда с вами в комнате человек, который вам неприятен? Поэтому кто-то должен стать… Вот. То есть, он это описывает прямо очень круто, да? То есть, если я нахожусь в комнате с собой, да, с человеком, который мне неприятен, то есть, я не развил в себе хорошую личность, то мне плохо. Если со мной рядом хороший человек, я хороший, да, то он мне очень-то хорошо, да? То есть, вот мы чувствуем вот такое чувство, да, обычно, если человек нехороший, да? Это когда с тобой, да? Вот. Это когда, в общем, когда вас просто… Когда вас просто окружили нехорошие люди, да? А вот когда вас окружили хорошие люди, да? Которые, в общем, да, позитивные, добрые такие, хорошие и веселые. Конечно, пол-перёд. Тысяча лиц. Да, тысяча лиц. Так, и теперь мы, значит, перейдем плавно от темы, которой мы сейчас занимались, да? То есть, это, как бы, продуктивность, такая создание личности в одиночестве. Перейдем к теме следующей. Значит, пришел однажды человек к раввину, к одному, и спросил у него. То есть, раввин у него спрашивает, зачем ты ко мне пришел? Он говорит, я хочу… Я к тебе пришел, Раби, для того, чтобы найти Бога. Он говорит, зря пришел, зря тратил деньги. Вообще бесполезно. Он говорит, ты зачем же я тогда пришел? Типа я ехал, там, старался, трудился. И что он ему ответил? Найти себя. Найти себя, ответил Раби. Найти себя. Это главная тема, да? То есть, человеку нужно найти себя. И тема наша сегодняшняя, да, смотрите, мы сегодня еще… Сейчас вам нужно будет слушать внимательно, потому что мы сегодня продолжим, и тебе тоже, потому что мы сегодня продолжим серию, значит, видео. Ой, классно. Что, брать? Ладно, я могу Далю показать. Хочешь, Далю? Вот здесь важная файл есть. Я хочу кое-чего с вами поделиться, о том, что сегодня я узнал на уроке «Совлюбимая два учителя» и там. Все, можно дальше. Дальше можно и что-то. Вот, то есть, мы продолжили серию видео, получилось видео очень классное, просто вы должны будете взять какие-то выводы, из того, что... А что, что ты панк у вас? «Совлюбимая два учителя» и все. Только один раз. Нет, нет, это не надо. Нет, нет, это не надо. Спасибо, мой учитель, и все. Нет, все, я шутил. Все, то есть, смотрите, вы, знаете, сейчас очень внимательны, и нужно будет вам… Я несколько человек, прям, рандомов выберу, и мы кого-то сегодня запишем, окей? Тема очень важная. Что вложить, да? Надо было тему «Что вложить», да? Что вложить, да? Ну, мы сегодня продолжаем эту тему, и очень важный аспект в этом, если вы помните, там были большие списки, и… Хорош, ну… Были большие списки, и один из них, это очень важная вещь, это самооценка. Откуда я взял всю эту информацию? Больше половины, или больше половины из книги есть такой Рава Врам Тверский, вот, собственно, он, мы с вами видели несколько его видео, кто он такой, он Рава Врам Тверский, и он уже 45 лет психиатрии, то есть он психиатр… А? Он… Нет, то есть он психиатр с таким стажем, стажем больше, чем в полжизни, и на пять лет он больше Равин, чем то, что он психиатр, и ты такой, в общем, необычный, необычный и очень прокачанный дядя. Он такой из потомственных хасидов, Тверский, это такая хасидская фамилия, очень такая древняя и известная. Вот он глава психиатрического отделения в университете Питтсбурга. И вот одна из вещей, которую я только сегодня слышал, он говорит в одной из твоих, в общем, на эту тему, уроков, да? Вещь такая, что если убрать все биологические и химические заболевания, когда люди… Влад, ну хоро… Вот ты там… Заберем, и отдадим, то пройдем. Если убрать все биологические… Там видно, да? Все работает? Если убрать все биологические и химические заболевания, то основной причиной проблем, психологических обычно, является заниженная самооценка. То есть он говорит, обычно на этой базе возникают все проблемы… Большая часть проблем в голове. То есть одна из основных идей, которую он всегда говорит, что люди все, они как бы во что-то верят и как-то определенным образом чувствуют. Все чувствуют по-разному. Теперь люди глубоко убеждены, что то, что я чувствую относительно себя, это и есть реальность. То есть если я чувствую, что я не очень хороший, то я верю, что я не очень хороший, да? Если я… То есть я может быть хороший, может быть плохой, но люди верят в то, что они чувствуют и никак обычно не связывают это с тем, какими они реально являются, да? С этого хорошо начать. Едем дальше. То есть у большинства теперь это такое, это я взял не у него, это просто у меня такие наблюдения, да? Что… Ну и об этом сегодня тоже много говорят, что у большинства людей у них вообще нет самооценки. Вообще никакой. Ни низкой, ни высокой. Что у них есть тогда? У них есть только чуждая оценка. То есть оценка вся моя зависит от того, как смотрят на меня другие люди, да? Понятная идея. То есть как общество воспринимет меня, так и я буду воспринимать себя. То есть я вот сейчас даю эту презентацию. Есть два варианта, как я могу ее давать. Значит, я под… То есть вы замечательные сто процентов, а вот я под вопросом, и моя оценка себя, она зависит от того, как вы будете реагировать на то, что я даю. Второй вариант – это я подготовился, разобрался и так далее. Я решил, что я сто процентов, а вот вы под вопросом. И значит, если вам понравится то, что я даю, то значит, вы вообще нормальные. А если нет, то у вас проблемы, в общем, вы что-то… Вы не разбираете. Это я шучу, да? То есть, в общем, можно подвязывать… Ну, по-настоящему самая грамотная, как мы увидим, самооценка – это то, что посередине. В общем, разберемся. Да? То есть, ну, вот это большая проблема, да? Когда человек все время подвязывает свое самое ощущение на то, как кто-то на него отреагивает. Если я вспомнил, даже притча такая, что муж с женой такие ведут осла вдвоем, а кто-то им говорит, ну, они вообще какие-то непонятные. Типа, вот осел идет, и там женщина тоже идет. Ну, посадили бы кого-нибудь на этого осла. Муж сажает женщину на осла. Они идут дальше, и кто-то ему что-то говорит такое, ну… Подкаблучник. 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 Типа, она там, я не знаю кто, она за право женщин. Не знаю, что… Статы говорят, да, она слезает, он садится. Люди едут дальше, она идет. Люди говорят, ну, вообще, где это видно, чтобы, значит, женщина шла, вела осла, а мужчина сидел сверху. Дальше они садятся в такой ужас, да, садятся вдвоем, тоже идут дальше. И что им говорят? Ну, бедный осел вообще-то, вообще ненормальный, осла так напрягают. То есть нельзя подвязывать полностью свое «я», и то, как я себя ощущаю, да, мы видим это особенно из Абрама, да, на то, как оценивают себя окружающие. Теперь, сегодняшнее общество, оно в основном работает так, что, да, маркетологи общества, там, и родители, в том числе, они, значит, заранее решили, рассказали, как надо жить, да, то есть нужно обязательно закончить школу. Заработать много денег надо, да, потом нужно заработать столько, чтобы все время где-нибудь отдыхать, потом нужно, значит, много красоток, много машин и много домов, и потом лучше еще яхт и купить. Ну, конечно, ты говоришь, а маркетологи говорят не так. Значит, и лучше всего купить отдых. Человек, значит, ему вот это прописали все в мозг, да, показали в рекламе, что, значит, в общем, все ему показали, вот это, красотка на машине, на фоне дома, и все это, я не знаю, в какой теплой стране, да, и все человек, он всю жизнь у него такой образ, значит, если будет вот так, особенно вот Инстаграм классно работает, да, сидишь ты нормально, тебе хорошо, а потом смотришь, так, а вот она, а че же она опять в это, где-то в теплых странах, о, как красиво там, и ты такой, и сидишь недовольный такой, да, сразу, и вот, вот, вот я, надо, надо побольше, вот я сейчас, сейчас, сейчас я фуфло, но надо денег побольше заработать, и тогда будет класс, тогда жизнь может быть наладится, да, то есть вот так вот у людей работает, да. Окей, значит, а тот, у кого нету этого, он кто тогда? Вот кто, да? Супер. Поняли. Теперь грамотная самооценка и самооценка по Торе, как она устроена, то есть очевидно, что эта тема очень сильно связана с любовью к себе, а пусть только любовь к себе и любовь к другим это, то есть то, что ты должен что-то выработать, и что там, а? Тут зафризнулось. Сейчас посмотрим. Ну, если здесь. А, нет, она работает, вроде нет. Тебя не уверены. Не важно. Ладно, не важно, там есть. Все нормально. Все нормально. Поехали дальше. То есть, поскольку любовь это что-то... Я говорю, я работаю. Любовь, поскольку это что-то создать, что-то вложить, то самооценку мы тоже себе должны подарить, если это такая важная тема, и она настолько влияет на человека. Так вот, первое. Значит, все пишет в Рафтверске очень интересная вещь. Ложь — это такой запрет, там в Торе написано не только, что она запрещена, а там есть еще ограда, то есть даже не приближайтесь, когда уже написано. Так вот, когда человек себя оценивает не так, как он есть на самом деле, то есть, допустим, ниже, чем он есть, то это ложь, которая запрещена Торе. Это раз. То есть, это ложь нельзя, да? Оценивать себя нужно точно так, как ты есть по-настоящему. Так, дальше. Все главы поколений пишет он так, что, например, не работает? Ну, ладно. Ну, могу прервать и включить по новой. Давай. Значит, дальше он говорит так, что все главы поколений, они обязательно чувствовали себя способными быть главой поколения. То есть, есть люди, да, особенно, которые висят у нас в соседней комнате на фотографиях. В смысле, они представлены у нас на фотографиях. То есть, любой человек, который несет такую роль, он должен чувствовать себя способным нести такую роль. Он приводит там всякие доказательства. Ну, Шарвейну из разных мудрецов наших. Теперь определение, которое он дает, что такое правильная самооценка. Здесь нужно понять разницу между, тоже мы дальше этим займемся, между тщеславием и гордыней, и правильной самооценкой. То есть, вообще, в рамках как бы религиозного подхода может вообще возникнуть такой вопрос... А, что-то жарко уже, по-моему, может выключить. Вон, у вас будет. Нет, нормально? Может возникнуть такой вопрос, что любая, ну, там, Тора, например, да, мы очень много говорим о скромности, да, что нужно быть скромным. Теперь, вроде как скромно, заниженная самооценка — это и скромность, нет? Нет? Это неадекватно. Это неадекватно. Нет, подожди, забудьте, что я сказал. Значит, ну, то есть, когда человек, он такой, скромный такой, да? Нет, это стеснительно. Нет, ну, скромно, да. Ну, да. Окей. Он говорит так, что правильная самооценка основывается на сознании своих способностей, на том, что человек может сделать, что такое в контраст к этому тщеславии и Гаова гордыня — это чувство, что люди должны выражать восхищение по поводу того, что ты уже сделал. И мы так увидим дальше, что вот эта вещь по-настоящему, правильная самооценка, она есть как раз, когда ты не ушел в эту крайность, да, в занижении себя. И восхищение вот это от окружающих, оно не нужно тебе именно тогда, когда ты находишься в середине вот этой школы самооценки. Посмотрим дальше. Значит, теперь очень интересная вещь пишет трамбам про веру в себя. Есть такое понятие Агода Зара. Агода Зара — это что? Идолопоклонство. Пишет там такую вещь, что идолопоклонство, оно в мире появилось не от того, чтобы люди, они сказали, что Бог — это не реальность, это неправда и, то есть, отказались от Него совсем. А они сказали что? Они сказали, что он слишком крутой, а мы слишком просто люди, чтобы он беспокоился о нас и влезал в наши дела. То есть, в общем, мне, ну, как может быть, прекрасному и бесконечному Богу интересно, чем я занимаюсь. Это то, что они сказали, и поэтому начали служить другим богам. То есть, поскольку человек не достоин его внимания. Таким образом, поскольку Тора — это противоположность. Противоположность. Идолопоклонство — это такой источник монотеизма. Таким образом, Тора — это вера в то, что я значительно достоин и даже внимания, Слава Богу. То есть, понятно, что Всевышний, он всегда присутствует в нашей жизни. В общем-то, все наши законы на этом основаны. Что, я думаю, понятная идея, мне кажется, это очень классная вещь. Идем дальше. Есть такой рейб из Карлина, Карлинский рейб. Он говорит следующую вещь тоже. Что такое смирение? У нас сразу смирение, все такое смирение. Что такое смирение? Говорит, это чувство, что я ничего не сделал, но что стимулирующее еще большей активности. А что такое уныние? Это чувство, что я ни на что не гожусь, не стоит пробовать. Оно приводит человека к отчаянию, ведет к депрессии, которая выражается в нежелании делать что-либо конструктивное. Рафтверский там очень много раз подчеркивает, что, в общем-то, вот это неверие человека в то, что я могу что-то сделать, это очень сильное, что называется, ситра афра, да, то есть очень сильное злое начало, которое, в общем, не дает тебе функционировать и не дает тебе выполнять свою миссию в мире. И говорит, ну так, что здоровая самооценка необходима для самосовершенствования, исполнения заводей, ну, вообще для достижения чего угодно и для исправления своих индустриентов. Потому что, как ты хочешь хоть что-то в этом мире сделать, если ты думаешь, что ты не можешь этого сделать. И только если я думаю, что я могу это сделать, я могу это сделать, что если я думаю, что я не могу это сделать, ну, в общем, это понятно, да? Так. Это мне очень нравится. Как это по-английски? Парабл. Пример, да? На что похоже самооценка? То есть есть таланты, да? У любого человека есть таланты и способности, и есть самоэффекты. Значит, теперь... Стой. Так, лампочки. Значит, есть вот у нас здесь лампочки. Таланты — это лампочки. Так. Вот эта лампочка, там, умею... Презентацию красивую сделал, молодец. Вот одна лампочка, да? Значит, там, умею говорить, что-то рассказывать, да? Другая лампочка — тоже какой-то талант. Умею там то выучить, да? Что-то там научился еврей читать, да? Немножко талант почитывать. Вот эта мораль тоже. Вот третья лампочка, да? Это все какие-то навыки, таланты и так далее. Теперь, что такое самооценка в этой картинке? Горячая лампа. Нет, это электричество. А, то есть, лампочка — это, типа, тоже не таланты, понимаешь? Нет. Ну, мы тебе говорим метафорой просто. Ты говоришь, нет, это электричество. Окей. Значит, это способности и таланты, а самооценка — это электричество. То есть, это энергия, которая наполняет эти таланты. То есть, если... То есть, если... А там работает вот это тоже? Работает. То есть, если у меня нету самооценки, нету ощущения, что я могу это реализовать, то тогда все вот эти... Чем больше талантов, да? Чем больше у человека способностей и IQ, тем ему хуже. Понимаете, да? Что вообще, по-настоящему, психические заболевания намного больше встречаются у умных людей, да? Умные люди намного больше заморачиваются и начинают это все просчитывать. Очень часто, знаете, бизнес вперед у тех людей, которые вообще просто не... Открою, значит, торговый центр, открою, и все, и понеслась, да? И тупо переть, да? А вот это, значит, так... Значит, начинается сложный подсчет такой, что пока он досчитает, неизвестно, что там случится, да? И когда-нибудь дойдет ли он до вывода. Так вот, для... Чем больше получается талантов и способностей, тем как бы больше нужна самооценка. То есть, самооценка — это вот эта энергия, которая наполняет твои способности. Теперь, если она заниженная, то это все висит мертвым грузом и мешает. Если она завышенная, то что? Лампочки перегорают. Да? Супер. Сейчас мы перейдем к этой теме золотой середины во всех темах, во всех аспектах и в самооценке тоже. Так, завышенный самооценок. Сейчас я смотрю, завышенный самооценок. А у вас видно? Сейчас нет? У вас есть под косом, да? Мы не можем по ней пить тут почему-то. Сейчас, сейчас. Чем-то не работает. Сейчас как-нибудь. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Извините, нормальная самооценка. Могут увидеть это. Это у нас клуб замешенной самооценки получается. Ну почему? Я вижу ссылку. У меня вот хорошая самооценка. Вот, теперь есть. Значит, сделаем так. Как-то быстро завышенный все самооценки. Значит, вот пример завышенной самооценки при таланточке. Ну, в общем, это не любой праздник, но во время. В общем, это не любой праздник, но во время. Еще вам не нравится. Я понимаю. В общем, это так происходит. Долго, да? Вот они же собирают. Да? Когда человек немножко переоценивает, кем он является. Да, это выглядит очень странно. Он выглядит смешно и стрёмно. Ну, понятно, да? Такие люди занимают слишком много места. Они слишком громкие. Знаете, он заходит и как бы... Оценка моя себя должна точно соответствовать моим параметрам. Если я оцениваю себя меньше или больше, чем есть на самом деле, это получается и в ту сторону грустные и неприятные для окружающих ситуации и для меня ситуации. Так, теперь, что является источником... Чего? Гава это кто? Гордыня. Гордыня. Так, идем. Это шкала. Здесь гордыня. Здесь смирение. В общем, заниженная самооценка. Так? Это середина. Супер. Теперь, люди обычно думают, что что такое гордыня? Это... Гава. Это, значит, результат завышенной самооценки. То есть, он такой... Зашел... Я такой... Где-то самый умный, значит, и та... Он со сцены вообще говорит чепуху. Все, да? Значит, по-настоящему часто... Вот эта гава она... Результат незавышенной самооценки. А скромность в скромность. Гаава она вот здесь, а скромность она вот здесь. Теперь по-настоящему ситуация немножко другая, что чаще это не так. Обычно за Гаава это следующая вещь. Я бы настоящего, допустим, здесь. То есть то, где я нахожусь по шкале, не знаю, по шкале, не важно пока. То есть я там умею, не знаю, что умеет делать. Ну, ходить я хорошо умею. Ну, что-то средненько так умею, нормально умею что-то. Но мое чувство внутреннее, оно мне подсказывает, что я такое существо бесполезное и, в общем-то, жизнь бессмысленная штука. Ну, что я там могу больно-то? Ну, у меня же не получится, правильно? И страшно, и, в общем-то, а вдруг скажут, что я ужасно вообще вот это все рассказываю и не выйдет в какой-то контент. И буду спать дома или плакать. Так, теперь... А? Значит... Вот, и теперь... Как это? Значит, теперь как-то... Это заниженная самооценка. Теперь... У меня теперь здесь большая разница между тем, кем я реально являюсь, и тем, где я чувствую, что я есть. Теперь компенсация вот этой вот дырки, это и есть гордыня и тщеславие. То есть, у меня есть вот этот дыр, вот этот гэп, да, этот промежуток, да, он воспринимается как... Очень дискомфортно воспринимается человеком. Теперь, вот этот вот промежуток, эту пропасть, мне надо как-то закрыть. Как я ее закрываю? Тем, что мне нужно, чтобы другие мне доказывали, что я такие достойные личности, а не какое-то бестолковое существо. Понятно, да? Понятная идея? В смысле? Потому что мне нужно, чтобы ты вот, я вот сейчас рассказываю, мне вот обязательно нужно, чтобы Влад ко мне потом подошел и сказал, что это было лучшее, что он слышал в своей жизни то, что я сейчас рассказываю. Без этого... А? Каждый раз так делаю, когда их не хватает. Вот, то есть, если бы ты так... Если бы ты так не делал, я бы просто, я не знаю, что я бы делал. То есть, это я только живу, только на этом. Многие... То есть, для огромного количества людей, населения Земли, вот это является мотивацией, вот это является мотивацией жизни, да, вообще. Что кто-то им даст... Кто-то сторонний им даст ощущение, что, ну, ты нормальный. Ну, по социальным сетям это может происходить, вот эти все лайки там и так далее. Ну да, все социальные сети современные, они построены на том, что, то есть, раньше как люди, человек ехал куда-то за границу, да, для того, чтобы... То есть, у него было какое-то внутреннее переживание, что-то в жизни у него происходило. Теперь это большой вопрос, человеку больше наслаждение, то, что он там что-то новое увидел, или то, что он запостил, значит, где он на пляжу, и все такие, о, лайки, и каждый лайк проверяют потом, да, это все, это прям кайф, да, вот это. Понятно, да, идея? То есть, вот это за... Окей. Идем дальше. То есть, я не могу, и тогда мне нужно подтверждать это, скажем, вот эту дырку, закрывать энергию от других людей. Ну, то есть, это и есть эгоизм, когда человек находится ниже, чем... ощущает себя ниже, чем он есть по-настоящему. Тогда он начинает вот это... Подожди, ну, а как можно узнать, какой ты по-настоящему? Рэга. Рэга. Подожди, дружище, все субъективно, понимаешь? Рэга. Даже чужое мнение, оно может... Это может, ну, уже это... Мне мама говорит, что я самый красивый, но ведь я знаю правду, но я прям самый-самый красивый, понимаешь? Пама немного... Я не знаю. Да, я не знаю. Я слушаю эту историю, знаешь, про кого-то, по-моему, про... я не помню, про Ван Гога, что ли? Про кого-то из очень известных художников, что... почему... у него спросили, почему вы стали вот таким великим, великим, превеликим художником? Он говорил, что... потому что в детстве мне мама говорила... Про Пикассо. Про Пикассо, точно. Потому что, почему вы стали Пикассо? Он говорит, я стал Пикассо, потому что в детстве мне мама говорила, что смотри, сынок, если ты захочешь пойти в религию, ты станешь там лучшим. Ты станешь там, не знаю, папой речетом. Если ты пойдешь, значит, в музыку, ты станешь Моцартом. Если ты пойдешь туда, ты станешь там лучшим. Она в меня впихнула вот эту идею, что я буду лучшим, и вот поэтому я Пикассо. То есть это вопрос, да? Подожди, давай, сейчас попозже. Хорошо, давай. Давай. Значит, теперь закрыть разницу между тем, кто ты есть по-настоящему, и тем, что ты чувствуешь, да, вот это и есть, в общем-то, ну, давай, Влад, ну. Это, я же тебе говорю. Это и есть источник, источник береги. Поехали дальше. То есть скромность, когда она есть, это именно тогда, когда активно. Ты можешь реально оценить, нет, я не прошу тебя оценивать себя относительно кого-то еще, ты можешь реально оценить, кто ты есть, а шкала, я думаю, что объективная, она только шкала ТОР. Я так думаю. Теперь скромность, когда она есть. Скромность есть тогда, когда я нахожусь ровно там, где я есть, являясь тем, кем я являюсь, ощущаю себя ровно так. А? Да, но это абсолютная шкала, в смысле, почему? Откуда это история? Не знаю, я не знаю, что вы имеете. Может, так? Теперь, да, стромность, она есть не когда я вот здесь вот. Она есть, когда я нахожусь ровно там, где я есть, так, как я есть. Чувствую себя тем, кем я являюсь. Тогда мне не нужно ни от кого, в общем-то, чтобы мне доказывали, что я хороший. И тогда у меня не лопаются лампочки, да, от того, что я себя переотенел. Теперь, самое, вот это то, что я как раз вам показывал тогда, еще на прошлой презентации, это самый классный вот этот пример, который демонстрирует вот эту идею, то есть демонстративность, или того, что человек, ему не нужно, у него нет этого тщеславия, это в Береши Траба, это Медраж. И там так написано, что спросили реку Ифрат, почему ты так тихо и так медленно течешь? Она отвечает, зачем мне шуметь? Люди заметят меня по моим делам. Они сажают деревья у моих вод, и те вырастают за 30 дней, а овощи вырастают аж за 3 дня. То есть, я и так способный, я это про себя знаю. Зачем мне кому-то это афишировать, или от кого-то ждать, чтобы мне рассказали, что я хороший, если я сам это знаю. И я знаю про свои дела, то есть, я чего-то стою. Так, спросили реку Тигр, почему ты такая громкая? Я надеюсь, что люди услышат мой звук, и заметят, что я вообще существую. Теперь 40 лет в пустыне евреи, почему в Румыне? Из-за заниженной самооценки. Конкретнее, конкретнее. Был косяк, который они накосячили, и поэтому провели 40 лет в пустыне. Какой косяк? Они там, где поверили, что где-то в классной земле, что-то забаялись. Где-то в Израиле, в Израиле. Вот, да. Где-то там, где-то там в Палестине. Вот. История там была такая, что евреи сходили в землю Израиля, вернулись, и сказали, и они рассказали, в общем-то, всю историю правильно, объективно, по шкале, да, так как она была. Что там люди были такие великаны, страшные, что будут сложности и так далее, что там все непросто, но что... Они добавили, что в глазах этих людей мы были как кузнечики, то есть очень мелкими, или там есть два слова разных, как кузнечики, и такими же мы были в наших глазах. И вот за это, то, что они оценили себя как ничтожество в глазах тех, кто там живет, да, они провели 40, все 40 лет в пустыне были вот из-за этого греха, представляете? Из-за этого были, они там... Из-за этого греха не были. Мы рождены, а кто так спит. У них веры там было мало. Типа, они просто были... Так, то есть они говорили другими словами, что то, что мы уже у Рамбову прочитали. Рамбов говорит, то есть, идолопоклонники первые, они сказали, что мы не можем, то есть мы не настолько хороши, чтобы Бог с нами имел отношение. То есть евреи тогда сказали то же самое. И плюс из этой фразы, что мы были, как кузнечики, даже другим цветом выделил. Это очень важная вещь вообще по поводу самооценки, что то, как ты выглядишь... Связь не... То есть тут обратная связь. Не то, как на меня посмотрят, такая у меня формируется самооценка. Наоборот, как я смотрю на себя, так же на меня смотрят люди. То есть, опять же, если я ухожу от этой середины, это чувствуется, и у всех начинает хванить, что человек такой себе. Но, в общем-то, люди ощущают меня так же, как я ощущаю сам себя, а не обратная связь. То есть, и... Это я читал в одной книжке, не помню сейчас название, что, в общем-то, не веря в себя, это то же самое, что не веря в Бога. То есть евреи тогда должны были пойти в Израиль и захватить его. А они сказали, мы не сможем. На каких основаниях ты говоришь, что ты не сможешь, если ты знаешь, что Бог все может? С каких пор ты решил, что Он не решит? За тебя твои вопросы не поможут, и как-то все это дело не разводится. Тем более, когда ты делаешь хорошее дело, митцву важную. Так? Не веришь в себя, не веришь в Бога. Так, и теперь вам нужно будет идентифицировать, значит, одно человеческое качество, которое будет изображено на дальнейших картинках, да? Неумеренность. Нет. Сфоксионист. Вот. Вы не представляете, у нас, мы вешали вот эту доску, видите, да? У нас с Хатей просто, нам прям было больно, смотрите. Вот видите, здесь уголок, да? Здесь уголок, здесь уголок. Какого цвета? Вот. Это было больно, да? У нас в Украине, говорят, обычно что-то Путин сделает. Мы даже его прикрыли, видите? А при этом на пачке, на своей написали, прям на пачке, вот этот только уголок этот сфокографировал, там, эко там, ни одно животное не пострадало. Так, значит, да, вот это что для перфекциониста, для него все вот это мучительно, больно, просто, 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 вот, 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 видите, просто больно, да, больно. Вот, я програстинирующий перфекционист, все дело идеально, но, скорее всего, завтра. Програстинация, знаете, что такое, да? Каждый перфекционист за свою жизнь должен перестроить дом, пересадить дерево, перевоспитать сына. Так, институты... Это просто гениально, по-моему, да? То есть, чтобы точно не один перфекционист, не зашел бы в этот институт, да? Так, в общем, в чем плюсы, в чем минусы перфекционизма? Ну, это понятно, это тоже связано с заниженной самооценкой, обычно, так, в чем, да? Все хорошо делают. У меня прям идеально. Стремление к идеалу. Да, да, минусы. Стремление к идеалу. Не злишь, не злишь, не злишь. Это компенсация. Заталбывают других людей, не национально используются. Но не себя застал себя. Компенсация самонеуверенности. Да, 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 вот. Вот это, в общем, та основная вещь. Сейчас, да, поехали. Значит, я не двинусь с места, пока не будет гарантирован на стопроцентный результат. Да, и очень много таких людей есть. То есть, если я... Вот здесь, наверное, можно привести этот пример. Помните, да, я такое говорю? Сейчас я вам 20 слов запомню, да? Теперь для перфекциониста то, что я тогда завалился, это было бы просто... Он бы просто покраснел, высох, и больше бы не вышел сюда, да? Теперь для... А? А? Я говорю, ты не совестный, поэтому... Поэтому мне все можно, да? Нет. Сейчас я запомню 50 этапов. Для человека с нормальной самооценкой то, что он провалился, это как бы нормально. Ну, то есть, в смысле, сейчас провалился, в следующий раз получится. У него то, кто я не подвязано на то, что он вот сейчас сделал, что у него не получилось. Любая ошибка, это, в общем-то, это путь, да? Это способ развиваться, да? Для него любая ошибка, это персональная, да, катастрофа. То есть, кто-то что-то сказал, кто-то не так... А вот они что-то переговаривают и смотрят на меня. И он прям... И все... Ужас какой, да? Вот это... Так. Теперь людей, сознающих свою адекватность и их компетентность, их не страшит совершить ошибку. Так? И Аллаху, это очень интересная вещь, я даже... Мне до сих пор это удивляю. Это строкат Игитин такое написано, что Аллаху узнают по-настоящему только тогда, когда Аллаха, это закон, да? Узнаешься по-настоящему только тогда, когда ты в ней ошибаешься. То есть, более того, что ошибка, это вообще инструмент познания. Потому что пока ты делаешь все правильно, ты как бы не знаешь, что есть по-другому. Когда ты один раз там споткнулся где-то, да, ты знаешь, что оп, сюда не даешь. Ты по-настоящему узнаешь, как нужно, как не нужно. И не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это понятно. Да, помните, мы с пальцами это делали, да? с Моти, да, что кто быстрее всего добьется успеха? Кто? Вот я загадываю один из этих десяти пальцев, что это успех, да? Остальные неудачи. Кто быстрее всего добьется успеха? Тот, кто будет искать его. Тот, кто будет быстрее всех ошибаться, в общем-то, да? То есть, ошибаться это не страшно, просто есть как бы опыт, есть тот путь, который нужно пройти в любом деле, чтобы достичь в чем-то успеха. Теперь проблема, это тоже признак жизни, потому что, если ты нет проблемы, это значит, что ты, в общем-то, мертв, наверное, да? И что теперь? Вот это вот, прям просто про перфекционизм, это прям самая идеальная иллюстрация, что пока медсестра перфекционистка, она выбирала лекарства для пациента, пациент скончался. Так, вот это проблема любого перфекциониста, эта вещь нужно просто из себя изгонять, то есть, и, да, совершенство, оно одно, поэтому вот этот крайний перфекционизм лучше оставить только Всевышнему, да, вот найти на это его, это, наверное, его брюрелятиво, да, вот пациент скончался, потому что, что, в принципе, первая заповедь перфекциониста прокрастинатора, лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня. Окей, значит, главное, значит, что нужно запомнить, если у вас есть перфекционист, done is better than perfect, да, что? Сделано это лучше, чем идеально. То есть, все уровни можно проходить, в принципе, на две звезды, почему? Ну, it's okay. Angry Birds. Я проходил на одну и не парился. Главное пройти, да, главное пройти, да, правильно. Теперь по Торе, теперь, в общем-то, мы бы обсуждали здесь с разных сторон грамотная самооценка по Торе. Посмотрим, что это и где это у нас записано. Мы уже видели Рамбома, да, что человек должен себя оценить. Мы видели, там, Рэби из Харлина, который говорил, что такое смирение, что это, что я, что у меня что-то не хватает, но это чувство, которое драйвит меня достичь больше, а уныние, это что я не могу и не смогу, да, вот. И теперь грамотная самооценка по Торе. Талмуд, в трактатике души, она говорит, прямо это четко, где должна быть у человека самооценка, где она должна находиться на этой шкале? Посередине. Посередине, правильно. Значит, она должна находиться у человека ровно посередине. Там трактат, вот этот тип души, например, в первой главе, задается вопрос, собственно, как человек должен смотреть на себя и отвечает, что пускай смотрит на себя всегда как на Бейнуни. Бейнуни это средний. Есть, да, есть как праведник, да, есть злодей, а человек любой, где бы он ни находился, да, это может быть ответ тоже на этот вопрос, что все субъективно, там и так далее, да. Даже если ты праведник, ты должен смотреть на себя как на среднего. Почему? Потому что, когда ты делаешь один шаг в плюс, делаешь заповедь, ты сразу, вау, бомба, и тебя это вдохновляет, а потом ты опять чувствуешь как Бейнуни, в положении, когда ты в положении действия, да. Теперь, если ты делаешь один шаг в минус, то у тебя сразу есть мотивация это исправить и вернуться вот в это среднее положение. То есть, что так, что так, ты выигрываешь. Понятная идея, да? То есть, что ты сделал шаг в плюс, вау, это классно, что ты сделал шаг в минус, блин, надо исправляться. Так говорит трактор Талмут, тоже всегда смотреть на себя как будто ты в середине. Плюс, в Тирке Авод, написано, что нельзя бы их смотреть в своих глазах. То есть, это вещь, которая забирает силы, деморализовывает и, в общем-то, самообичевание это нехорошая тема. Это ладно. То есть, для меня сотворен мир есть такая фраза. Написано про Равицка Казильбера, что у него было в карманах две бумажечки, да? Две бумажечки. По-моему, сам просыпал. Это просто сам, просыпают мои дети, я не знаю. У него было в карманах две бумажечки. В одном кармане у него была бумажечка вот эта. Для меня сотворен мир. А в другом кармане у него была бумажечка, ну, что-то в силе, я прах и пепел, в общем-то, и все, тлен, и... А? Ну, не все-таки. Не, я прям несколько раз по нему слышал. Ну, может быть, не так вот. Так, в другой, скажем так, я прах и пепел. То есть, нужно вот этот инструмент по-настоящему, как бы, что я очень достойный или я не достойный, нужно использовать по-настоящему в зависимости от ситуации. Да, отсюда же можно задать вопрос, а мы же только что сказали, что нужно быть посередине. А тут есть две крайности. Как мне нужно себя оценить? Как хороший? Как плохой? Или что я всегда середничок? Вот. Рамбом говорит, сейчас разобьем чуть-чуть эту тему, это вообще по-настоящему обалденная такая вещь. Рамбом говорит молитву доктора. Он был доктор, да, в Египте очень известный и очень успешный. Он был прямо при царе, там, фараоне, я не знаю. А? При султане. И такая молитва Рамбома. Он говорит, что... То есть, я... Ой. Переплечу. Сейчас. У меня лежит, да, пациент передо мной, Рамбом говорит. Теперь молитва доктора. Что я должен сделать? Он... Сначала я произношу фразу, что Всевышний, судьба этого человека, она полностью в твоих руках и никак, все, что с ним произойдет, от меня никак не зависит. Так? А потом... И это то есть, когда ты ничего еще не делаешь. А потом говорит, нужно сделать шаг вперед, подойти к этому столу и, грубо говоря, вести себя так, как будто Бога нет. В смысле, что приложить полные усилия к тому, чтобы этого человека спасти. Да? То есть, в зависимости от ситуации, евреи умеют переключаться из крайности в крайность. И нужно просто знать момент, когда ты принимаешь какую-то мудрость, допустим, или что-то узнаешь, сказать, что я не кто, как бы подстроиться и получить. В другой ситуации, да, если бы я сейчас в позиции, там, я прах реквепил, вышел бы сюда, ничего бы вам толком не рассказал. То есть, нужно просто знать, в какой ситуации конкретно вытащить, какую из бумажечек, да, вот как это работает. Теперь поговорим, теперь о гибкости в этой теме, гибкости вообще. Да, да, я за. Золотая середина, да, здесь ее нужно достичь. Теперь тот, кто достиг золотую середину, хорошую, золотую середину в этой самооценке, да, он по-настоящему находится не в середине, а он получает власть надо всей этой шкалой. Да, надо всей шкалой оценки себя он получает власть, то есть, он выходит, в общем-то, за рамки, за рамки вот этой шкалы, и он может находиться в любом ее месте. То есть, для каждой ситуации нужно знать, в какое положение себя поставить. Когда-то нужно подстроиться, когда-то нужно, скажем, надстроиться. Вот. так, идем дальше, и он использует ее, то есть, в зависимости от ситуации. То есть, это для меня сотворен мир, он может сказать, можно сказать, да, я, я, как, я прах и пепел, ничего не стою, там, как говорили Моше, Авраам, известно, да, что там, я ничто, я там. И то же самое, что все в моих руках или все в твоих руках. то есть, нужно по ситуации правильно выбирать, как относиться, как относиться к себе, да. И, в общем-то, в каком-то плане это и есть вот это совершенство и похожесть на Всевышнего, потому что сказано, что, ну, в смысле, это понятно по логике, что он находится как бы в любом месте, в любое время, чего угодно, кого угодно, да, то есть, он как бы имеет власть надо всем. То есть, человек совершенно, он имеет власть надо всей вот этой системы управления, системы управления над самим собой. И вопрос, когда мне нужно перейти вот в эту крайность, в... А? Не, не алкогол. Когда мне нужно перейти вот в эту крайность вопрос, что я... Ну, то есть, вот это вот, ну, как это назвать, не знаю, не самоуничижение, это неправильное слово. Ну, вот в это, да, то есть... Смирение. От меня ничего не зависит. Да, от меня ничего не зависит, все зависит от тебя, отключить вообще свое эго, отключить вообще полностью себя. В каких ситуациях? То есть, когда нужно идти в полный минус, тогда, когда, во-первых, ты хочешь что-то принять и что-то понять. Принять мудрость от более высокого источника, да, то есть, например, там есть очень большая тема, да, например, там, когда входит раф, там, встают, да, то есть, это то, что взяли в школу, понятно, то есть, изображение к учителям, но те, кто действительно это достойно, это раввины, и те, кто учат Тору, написано так, что пусть мудрецы будут в твоем доме постояннику, иди с прахи их ног, и пей с жаждой их слова. То есть, вот в этой ситуации, когда ты получаешь что-то, чего у тебя нет, нужно, то есть, написано, что просто ты, как бы, входишь в это положение, да, вниз, да, и ты слушаешь, слушаешь внимательно, как отменяешь себя, да, битуль есть такое понятие, отменяешь себя, впитываешь просто как губка все, что тебе говорят. Для того, чтобы это впитать, нужно включить режим просто, просто вот я пустой, чтобы что-то впитать, да, понятно. Когда ты хочешь что-то дать, нужно включить режим, у меня есть что дать. И, да, есть такое понятие, шимушкал, столмидейха хамим, что нужно прислуживать мудресам Торы, то есть, нужно, то есть, написано там, например, ученики иногда, там, их провожали до дома, в баню, куда-то, да, то есть, просто увидеть, как они ведут себя в повседневной жизни, и помогать им, видеть их жизнь с разных сторон. Угидывать эти полистами. Вот, и когда ты этим наполнился, да, тогда можно включить режим такого, режим, когда ты, то есть, сначала нужно, как бы, прийти, сначала, когда человек, он приходит, например, в Торе, ты чисто просто выключаешься и просто получаешь новую информацию, о которой ты вообще ничего не знаешь, а ты не знаешь ничего. Потом, через какое-то время, когда ты сколько-то накопил, у тебя уже есть, что рассказать, да. И это, да, это то, что приносит тоже радость, да, то, что написано на презентации, как я уже много раз говорил, на стенке, у царя Шломо, да, радуйся все дни жизни твоей, и в рамках цикла про любовь, да, радуйся все дни жизни твоей, его написано тоже, женой, которую я дал тебе, так, и радуйся всему благу, который Всевышний дает тебе. То есть, наполнился, кайфуешь. Вот, опять, кто такие люди, которые, в видео я вам уже показал, которые, короче говоря, то есть, ну, есть люди, которые, они не гибкие, да, они не умеют переключаться вообще ни в какое-то тех положение, они просто застряли в одной... Тут веса не хватает. О, значит, они застряли в одной позиции. Что, что, на, кто такие люди? Они просто, вот, они клоуны, да, и они как лопающиеся эти лампочки. И вы помните, да, мы с вами вот эту картинку уже показали, когда ты веган и 10 минут об этом никому не рассказываешь, да, когда ты ничем не наполнил, но что-то о себе возомнил, ты выглядишь глупо, странно, непонятно, и, в общем-то, это неприятные люди. А про приятные... давайте тоже тогда пробежим это. То есть, приятный человек – это тот, кто пропускает через себя свет напрямую и тот, кто умеет отменить себя, да, то, что Таспахана рассказывает в коротном видео. Теперь про лузеров поговорим быстренько. Про лузеров мы поняли, да? В общем, есть мораль, если говорить так, что есть вообще четыре таких основных вообще ценности, да, к которым люди, за которыми люди бегут. Это мудрость, сила, богатство и почет, уважение. Так? Теперь посмотрим, значит, какая позиция, она больше способствует хорошей самооценке. Здесь позиция, как бы, общества, есть позиция тоже. Значит, мудрость. Что такое мудрый человек? Это тот, кто много знает, правильно? Вот он мудрый, он много знает. Теперь, чтобы говорить вверхе, вот вы знаете на эту тему, кто такой мудрец? Тот, кто учится у каждого. Теперь, значит, здесь, в этой, в этом, вот в этой позиции, да, если я не знаю еще, то я какой? Тупой. Тупой, плохой, значит, недостойный. Теперь поговорим, кто такой человек, то есть мудрец, тот, кто мудрый. Это тот, кто в процессе изучения. То есть вот этот человек, он, например, вот сейчас что-то не понимает, он будет сидеть и думать, блин, а как я спрошу, ведь тогда все решат, что я тупой. Так, теперь вот такой человек, который учится у каждого, он любой вопрос, ну, то есть, понятно, там, может, там, уместное для этого время, но он любой вопрос спросит, у него не будет проблемы, что все решат, что я тупой, из-за, там, заниженной самооценки его и так далее. Да, он, как бы, он легко спрашивает, и это позволяет ему развиваться. Даже сила, это что? Сила. Сейчас на разно. Сила, ну, сила, власть, это управление другими, то есть, способность управлять другими, так? Нет. Что? Не-не-не, ну, хорошо, не такая сила, просто, просто, нехорошо, мощь или что это, я не знаю. Короче, там влияние, там идет речь про влияние, так? Давай, скажем, влияние написано, все-все-все, нет ничего, влияние. Так, что это такое? Это способность управлять людьми, да? Что такое по Торе? Что такое по Торе? Это сила влиять, или сила вообще? Это управление собой. То есть, вот в этой, вот в этой системе, подошло, подошло, да? В этой системе, если я недостаточно хорошо влияю, да, и у меня нету бесконечного количества подписчиков, и я не знаю, что, да, и меня не слушают толку народу, да, то я под вопросом. Вот в этой системе, да, единственное, с кем мне нужно работать, это я, а вот это, вот это под вопросом. Дальше, богатство, это обладание материальными, в общем, преимуществами некоторыми, так? Правильно? Нет, тоже сила. Так, по Торе, что такое богатство, говорит эта Мишнана? Да, то есть, здесь ты опять зависишь от внешних, от внешних, то есть, здесь вот это все, это ты зависишь от внешних условий. То есть, я должен обладать чем-то, чтобы быть хорошим и чувствовать себя хорошим. Здесь, значит, все зависит от того, как я воспринимаю окружающий мир, в зависимости от этого мне хорошо или плохо. Уважение, это тот, кого, ну, что тут уважение, что вот, значит. Ты мне уважаешь? Вот, ты к вам после этого подходишь, говоришь, вообще прям вклад было, да? Респект, уважуха, вообще супер, да, и вот я думаю, вот это уважение и почет, вот это я почитаемый человек. Теперь потворец вот такой, это тот, кто почитает других. То есть, если ты способен почитать других, это значит, что ты сам чего-то стоишь и способен другому человеку выразить, что он чего-то стоит. Тот, кто стремится к почету сам, это значит, что у него как раз внутри есть дырка, которую ему нужно, чтобы ему чем-то заполнить. Это по-быстрому. Как реагируют теперь на... Сейчас два последних вопроса в этой теме. Как реагируют теперь на оскорбления, правильно сначала оскорбления? Как реагируют на оскорбления люди с заниженной самооценкой? Они такие, о, ты прав. Они могут дают. Вот, вот, они сильно, как это называется, overreacting. Они реагируют, да? То есть, а? Да, они начинают огрызаться, начинают, ну, начинают реагировать, да, начинают сильно на это реагировать. Так, теперь... Теперь вот смотрите. Что там, тоже будет? Что Женя ответит? Отвечет, что он выводит. Да, они начинают огрызаться теперь. Ладно, давайте мы на это пробежем побыстрее, да. В общем, есть такая тема, да, в которой не отвечай... Царь Шломал говорит, не отвечай на глупость дурака, и там еще есть продолжение, чтобы не стал ты ему подобен. Это одна вещь, да. Вторая, что Авраам, да, он тоже, вокруг него все говорили, что он дурак, а он говорит, нет, я делаю правильную штуку, да. И сделал то, что сделал, вот мы с вами здесь сидим, да. Все получилось у него хорошо. То есть, человек с нормальной самооценкой, он как бы... Ну, ты козел. Ну, как бы максимум, что у него это вызовет, это либо у тебя проблемы, потому что ты мне говоришь, что ты козел, что я козел. Либо, как бы, если этот человек достойный говорит, то возникает как бы вопрос, ну, может быть, действительно надо подумать, то есть, ну, поскольку я нахожусь в середине, я не чувствую, что я слишком хороший, слишком плохой. Я не знаю, как грязаться или думать, да сам ты козел, да. Вот, я как бы, то есть, то есть, его мнение окей, вопрос, может быть, мне нужно что-то на собой поработать, то есть, может быть, Всевышний хотел что-то этим сказать. Теперь, как спрашивают вопросы люди с низкой самооценкой, они их не спрашивают, да, они думают, что если я сейчас прошу, то все решат, что, значит, я не очень, да. Сейчас вот, а что я буду сейчас выделяться, так. Вот, либо есть еще второй вариант, что, наоборот, они начинают очень сильно выделяться, чтобы как раз вот эту, забить свою дырку, да. Вот, а как спрашивают теперь люди с хорошей самооценкой, ну, просто спрашивают, да, есть вопрос, мне нужно узнать, это мне важно, и, ну, то есть, не нужно лезть слишком сильно, не нужно молчать слишком сильно, нужно, то есть, есть вопрос, нужно, нужно продвигаться, нужно узнавать. И такой человек, он спокойно признается в, там, в недостатке знаний, да, вот эти 20 вещей я написал, ну, не написал, не написал, потому что что-то от этого рухнуло. Ну, да, 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 да. Дома напишу, да. Дома напишу, да. Так, и с радостью готов это, это все исправлять, да, как написано тоже в Кирхеа вот, что, Эйна Борис, стыдливый, слишком стыдливый, он не сможет учиться. Чтобы учиться, нужно спрашивать, а для того, чтобы спрашивать, нужно чувствовать себя достойным более-менее. Так, это была, в общем, у нас теория, и теперь мы перейдем после перерыва к вопросу, как ее менять. Спасибо. Я тут похож на косяк, но как раз на часть перфекционизма. Сначала сейчас я вам покажу небольшое видео, я не буду объяснять, почему я его показываю, но говорю вам, эта тема связана с самооценкой. Вы увидите, как она связана с самооценкой. Поехали, да? О, это за любимый наш парень, свои люди. Я любитель факсов. Фернин Косты. Так он даже книжку. Да и сам. Прямо прям отсюда, что ли. Все. Вот, я. Вот, я. Ночь. Ничьи не дали, восьми разами Лёшка! 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 Короче, видите, да, он поёт, он петь не умеет, он не знает слов, он стоит с этого А рядом, скорее всего, стоит любимая как раз-таки Но только, наверное, жена Он же про Украину поёт Да, про Украину Он уже кручил, а заставок Смотри, смотрите, аплодисменты, следующий, следующий листочек перелиснул, да? Политиков украинских учений, как надо Это сейчас, что это будет Лёня Лир, это Лёня Просмон Это Маркиев, правильно? Был Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пару заявок Пару заявок Да, то есть первые сесел всех есть, да? Смотрите, ну нужно для того, чтобы ее поставить на свое место и ее улучшить нужно просто прописать две истории давайте сейчас напишем буквально по два пункта под каждую из них, сейчас вы пишете просто я хочу то-то, какую-то свою вещь, ну или вы можете просто, если вам сейчас в голову не приходит, просто записать форму формат и потом что-то для себя в этом в этом листочке сделать, да? Понятно? Можете, слышите, да еще раз? Внимание, внимание! Это формат, да? вы можете ее просто записать сейчас с пробелом и потом подумать. Можете сейчас, если у вас есть уже какие-то идеи, можете сейчас туда записать я хочу то-то, потому что теперь, как и после то есть я хочу там научиться плавать, да? Потому что это повысит там мое там, я не знаю, смогу не утонуть, стану очень здоровым увеличивает там легкие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее то есть что я, собственно, хочу достичь а вторая история, наверное, даже более важная, после вот этой я хочу то-то потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть да? я могу это потому что вот это как раз и есть тайный ингредиент сначала я хочу то-то потому что а должно быть одно потому что нет, чем больше тем лучше не пишешь? ну да возьми друг потому что, конечно, чем больше тем лучше а, нет, это я хочу несколько пожеланий ну просто, это будут разные списки я хочу то-то, потому что трейлер я хочу то-то, потому что трейлер понятно, да? сейчас по-настоящему подальше мы окей, это первый список давайте, в общем, накидали, да? теперь я могу, теперь второй он более, наверное, важен да-да-да, то есть я могу реализовать ну, например, вот это, да? то, что ты здесь написал потому что и дальше нужно написать список и вообще здесь вот в этом деле рекомендуют там, я не знаю, никто рекомендует писать даже 100 вещей просто вспомнить что я там занял там закончил институт закончил школу или там бросил школу родился достижение, короче я родился, да, там я закончил школу или бросил школу я могу писать? ушел из дома я не знаю, достижение это или нет да, это, то есть я могу вот это там, например, или что потому что и дальше вот здесь вот сюда можно поставить что угодно здесь будет это потому что главное здесь будет длинный список всего что ты можешь то есть дальше когда ты что-то хочешь и ты чувствуешь что это не хватает мотивации потому что он может очень неплохо помочь вот я записал свой список верю можно это же можно ну в общем какой тебя интересует что ничего ничего не сделала ты смотришь надо писать да вот в общем я вам дал формат да давайте пойдем дальше теперь да то есть ну и повторять вот это утром вот эту штуку да что я хочу вот это потому что это работает как как забивать gps в компьютер то есть если ты проснулся и такой проснулся и блин чё делал теперь за вот это суты речка прям прочитал я вот это хочу могу потому что так это как забить просто себе вот эта цель к которой ты едешь едешь этот день так понятно так это очень хорошая штука по повышению самоталия вот так вот давайте если схематично то вот так вот это выглядит две истории да все давайте давайте все закончились все закончились возьмете листочки с собой и допишите дома кто пишет так две истории да тыс это и есть такая цель и вот эту историю то что ну вот я гломаюсь вот это меня этом не получится будет неудачу будет критика будет там провал облом или но кто сказал что получится вот эти свои истории все это было пала ты меняешь на вот эти две smash на вот эти две другие истории до что я хочу это даже мотивация почему это хочу я могу это дальше, почему я это могу. Вот эти, они меняют такую прошивку, прошивку в мозгу. Второе теперь упражнение на эту тему. Очень интересное. Пропражнение плюс. Давайте, наверное, сейчас я не раздумаю. Дипломный препарат. Ладно, мы уже не успеем это делать. Второе, это первый пункт достижения. Второе, это positive thinking. Вот, позитивное мышление. То есть это позитив. Понятно, да? То есть у человека, у которого все в мире плохо, у него, в общем-то, и сам он плохой, у которого в мире все нормально, то он и сам тоже нормально. Так, в общем, один раз у Эйнштейна, известный еврей, ему задали такой вопрос. Ему задали вопрос. Ему задали вопрос, а какой главный вопрос? Вот такой вопрос задали Эйнштейна. И он на него ответил. В чем вопрос? Вот, у него спросили, какой самый главный вопрос? Таня, ну, все будет хорошо. Ну, подожди, ты давай дома допичешь. Я такой Эйнштейна. Дома допичешь. Серьезно? Вот. Ему задали вопрос, а какой главный вопрос в жизни? Он на него, он минут 10, так я слышал, думал. То есть он серьезно прям задумался, потому что вопрос, какой главный вопрос, это очень серьезный вопрос. И сказал, что самый главный вопрос в жизни человека, это ответ на вопрос, вселенная она вообще дружественная или нет. То есть ты этот мир воспринимаешь как хороший или как плохой. В зависимости от этого будут все твои выборы, весь твой подход, все твое восприятие, все твои отношения. Все будет строиться в твоей жизни в зависимости от того, как ты посмотришь на эту жизнь. И есть второй еще интересный, тоже он дополнит, тоже ему уже задали, по-другому говорит Рамбан в комментарии на Тору. Он сказал такую вещь, что, Эйнштейн тоже, что есть только два подхода к жизни. Или сказать, что чудес нету, или сказать, что все чудо. Человек, который живет, что чудес нет, он живет в очень грустной ситуации, просто он живет, ест и умирает. Человек, который... Человек, который... Цикл прост. Инструкция по человеку, да? Рамбан говорит, что... Он прям ровно это и говорит. Рамбан говорит, что человек, который не воспринимает все, что с ним происходит, как чудо, у него вообще нету удела, то есть он по-настоящему не входит в Тору Моше. То есть тот, кто имеет удел в Торе, это тот человек, который воспринимает вот так вот мир. И вообще так воспринимать мир, это просто ты всегда в таком состоянии легкого офигевания, такого, да, позитивного. Что реально все чудо. То есть я проснулся, я есть, это есть, ноги есть, руки есть, да? Вопрос, как ты будешь себя воспринимать, да? То есть есть люди, которые себя, своим восприятием мира делают инвалидами, да? То есть есть Ник Вуйчич, да? Он инвалид. Но он своим восприятием мира себя сделал счастливым человеком, потому что рук нету, но жизнь есть, да? Прикольно. А эти такие люди, руки есть, ноги есть, жизнь есть, и у них такой, ну вот феррари нету. И все, и инвалид, да? То есть это хуже, чем быть без рук, без ног, реально я так думаю. Вот. Потому что этот Вуйчич, он пастырь какой-то. Он, у них, они там протестанты, причем такие, кто говорят, что это, что он не прям бог-бог, а он такой, типа, пророк, ну, типа, учитель такой. Такой важный учитель. Это вообще, это прям супер, это лучший расклад. Так, дальше. В общем, давайте мы это быстро пробежим. Вот это классная тема. Значит, было две группы крыс, да? Взяли две группы крыс и две группы студентов. Одной группе студентов... Студенты умерли, а крысы нет. Значит, две группы студентов, и одним студентам... В общем, обеим группам сказали дорессировать крыс, только одним студентам сказали, что это породистые крысы, а другим сказали, что это обычные крысы. Кто лучше, значит, натренировал этих крыс, обучил там чему-то сидеть, стоять? Те, кому сказали, что они породистые. То есть, то, как ты воспринимаешь мир, это реально влияет на результаты, на результаты в этом самом мире, да? Это еще один интересный эксперимент. Ну, в общем, быстро его скажу. Была газета, вызвали людей, которые... То есть, написали, вот люди, которые считают себя счастливчиками и считают себя неудачниками, нужно, чтобы пришли этот эксперимент. Они пришли, им дали газету, и сказали, по этой газете смотрите только картинки, да? И, в общем, люди листали и считали количество картинок, которые есть в этой газете. Так вот, все неудачники не заметили надпись в одном месте этой газеты, там была надпись вклеена, что... Если вы видите эту надпись, то подойдите к тому, кто проводит эксперимент, он вам даст 100 долларов. И вот все неудачники, они, значит, те, кто считали себя неудачниками, они увидели только картинки. А почти все, кто счастливчики, они увидели вот эту надпись тоже. Так. А как они измерили, типа, перед экспериментом всех спросили? А вот как все обычно считают? Нет, они как бы как-то так вот... Люди, которые... Нет, они как бы так людей как-то составили, то есть те, кого они привлекали, они писали, вот вы считаете себя счастливчиками, пойдемте. Так, теперь этот подход в Тори посмотрим, да? Здесь Экали, то есть источников, то, что я здесь перевожу, это просто капля-капля в море, из-за того, что относительно позитивного подхода, то, что мы считаем. Первое, это Паттехед Йодеха написано в молитве. Там есть один раздел молитвы, где написано, что если ты прочитал вот это без намерения, то ты, в общем, попал, и нужно все перечитывать. Там написано так, ты раскрываешь свою руку и насыщаешь все живое по своему желанию. То есть, иными словами, такой принцип, то есть, я должен воспринимать мир, как будто он переполнен желанием Всевышнего, и просто все классно вообще, да? Так, дальше. Написано много где и много раз. Служи Всевышнему в радости, принимай всех с радостью, написано в Петте, вот, тоже два раза. Написано, великое заповедь быть в радости. Написано, эйзе Ишхафет Схаин. Там написано у царя Давида. Кто человек, который жаждет жизни, тот, кто всю свою жизнь хочет видеть добро. То есть, ты, короче, если ты в каждой вещи видишь полного стакана, то ты живой. Если видишь полпустого стакана, то ты мертвый, да? Понятно? И он продолжает дальше. И удаляй, чтобы к этому приблизиться, к этому идеалу, удаляй свои уста от зла и не произноси плохих вещей. То есть, ты даже не должен произносить вот эти ограничивающие плохие вещи, и твоя речь тоже должна быть наполнена хорошими словами. Кто человек, который жаждет жизни, тот, кто все дни своей жизни стремится видеть добро. То есть, он стремится видеть хорошее в этом мире. Дальше, с Амойек Бахилукой мы с вами много раз изучали. Продолжение сейчас я не буду довести. И, в общем-то, в Торе у нас есть лучшая перспектива из возможных, потому что в рамках этого мира, в общем-то, что мы гнием дольше, чем живем, я извиняюсь. А в рамках... Да, извиняюсь за подробности. В рамках Торы все только начинается. То есть, это в общем-то, в первой системе без перспективня полный, во второй системе лучшая перспектива, какая только может есть. По-моему, это очень позитивно. И теперь цель творения это абсолютное добро, и сам Всевышний это тоже абсолютное добро. Это еврейский подход. Если что-то тебе кажется недостаточно добрым, ты просто плохо смотрел. Так. Дальше. Теперь упражнение на эту тему. Вот это классная штука. Теперь... Это... Как это флешмот называется? Всем закрыть глаза. Даже я. Всем закрыть глаза. Теперь вам нужно вспомнить человека, который вызывает у вас... Я на тебя тоже. который вызывает у вас чувство, знаете, очень большого уважения, даже, может быть, чуть-чуть, можно сказать, трепета, да? Ну вот очень, прям очень уважаете вот этого человека, он вызывает у вас вот это человечище, да? Кого-то, вот можно меня представить? Вот. Я идеальная самооценка, я самый скромный, так? Значит, все, закрыли глаза, давайте еще раз. Теперь представить этого человека, вот это чувство, которое вы ощущаете, то есть, у меня там есть несколько рабов таких, есть несколько людей, которые, ну, прям, вот это да, вот это человек, да, вот это, ну, то есть, идеал такой, А теперь вот это вот чувство, вот этот поток, который идет от вас к этому человеку, просто направить на себя. Такие лампочки включаются, немножко свет загорается. Вот, это очень классная штука, то есть, это перенаправить, то есть, у всех есть вот этот скилл, хорошо посмотреть на что-то, и вот этот просто, вот этот луч берешь и перенаправляешь на себя, на себя внутрь, то есть, то, 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 чем можно поднимать, поднимать самооценку, очень классная такая внутренняя, внутренняя медитация, скажем так. Так, и второй, вот это, давайте просто сейчас запишем, потому что мы по времени не вписываемся, второй, еще один список, который нужно сделать, это, там, есть, например, такая книжка называется «Мозг инструкции по применению», по-моему, там, он говорит, что, в общем-то, один из самых хороших, вот этих, ну, про эксперименты я уже рассказал, один из самых хороших методов изменить, вот это, вообще, свое отношение к миру, это просто записывать все хорошие события, которые с вами произошли, все хорошие впечатления, каждый, каждый день, теперь, когда каждый день это делаешь, у тебя мозг, он просто перефокусируется на плюсовую часть этого мира, и он начинает забывать про минусовую часть этого мира, можете в эти списки, если можете, то даже себе записать, нужно составить вот этот список, то есть, я хочу, я могу, вот этот список хороших событий, то есть, увидеть, что в жизни все весьма поддительно, так, и третье, и, в общем-то, самое главное, это self-identity, это самоидентификация, как я воспринимаю себя, и кто я такой, в современном мире, значит, что, кто я такой, это, да ну хватит уже, ну серьезно, значит, самоидентификация, я вспоминаю такой анекдот, знаете, что приходит сын к папе, и говорит, папа, расскажи, ну, кто, кто я, кто я, и папа, смотри, значит, был взрыв, был взрыв, все случайно, адский хаос, взрыв, молекулы, как-то появились молекулы, как-то появилась земля, как-то, в общем, камни стали, стали, вот так разговаривать, да, в общем, и так далее, и так далее, были, значит, обезьяны, обезьяны, и вот, в общем, наилучшие, самые такие мощные, прокаченные, продвинутые самцы, выбирали самых продвинутых самок, И те тоже выбирали себе самых продвинутых, и вот так это работает, да. И вот в итоге мы с тобой удачно появились. Он такой, да, интересно. И пошел к маме. И говорит, мама, кто я? Мама ему такая говорит, смотри, сынок, значит, были Адам и Хал. Так. Ну и рассказывает ему всю историю. Такой странно, слушай, а папа мне вот так рассказывал, значит, обезьяны и так далее. И он говорит, ну знаешь, сынок, это он тебе про свою семью рассказывал. Вот. В рамках сегодняшнего, ну, более, в смысле, он уже даже не такой распространенный. Я сейчас не говорю, что эволюция была или нет. Это вообще не, по Торе не вопрос. Вопросы, он только с вопросом по случайности, да. То есть, короче, молекулы друг об друга бились, 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 бились. И в люди выбились. Удачно взорвались. Вот мы с вами сидим, обсуждаем, значит, любовь. Молекулы сидят, обсуждает любовь. Самооценку, значит. Одним, вот, одним молекулам нравится Моцарт, но не нравится Бетховен, значит, предпочитает гамбургеры, значит, и, я не знаю, и Мазерати, да. Вот такая интересная, странная история. То есть, в общем-то, это... Нормальные молекулы. Кратко так объясни. А, значит, такие, одни молекулы влюбляются в другие. Ну, то есть, такая немножко абсурдная, да, история, получается. Непонятно, как это работает. Мемец. В общем-то... Молекулы здорового человека и курильщика, знаешь. Да, да, да. Вот. Дела, типа, такое. Теперь, во второй, второй подход, это, это наш подход. И он полностью этому противоположен. Окей, идем дальше, да. Теперь про self-identity, да. Теперь, то есть, кто я, какое я. Вот это чувство, я просто хотел в это зайти поглубже, но уже не успею. В общем, просто так скажу. Одно из самых важных вещей, которые родители могут дать вообще ребенку, это ощущение, что я значимый, что я значимый, да. То есть, человек, которому это чувство не дали, он проживет свою жизнь в... Ну, ему будет тяжело, особенно, то есть, это... Ну, то есть, понятно, любой там ребенок, я не знаю, берете ребенка из детдома, да, из интерната, у которого не было родителей, которые просто ему... Не то, что не говорили, там, ты вырастешь, дворником станешь, да, какие-то такие не сильно приятные вещи, а просто ничего ему не говорили, их не было, да. Этим людям у них намного... Они хуже ощущают себя, у них очень плохо с позитивным восприятием мира. То есть, этим людям намного-намного сложнее. Они нам просто хотят доказать всем... Сейчас, мы просто сейчас не успеем. Значит, вот это чувство «я значимый», вот эта идентификация, что я что-то стою, это, в общем-то, то есть, такой фундамент, на котором что-то можно построить, и если его нет, то построить вообще практически ничего невозможно. Так, дальше, вот это self-identity, да, то есть, это высокие цели, да, то есть, мне нужно поставить... Для того, чтобы была нормальная самооценка, я нормально себя воспринимал, нужна высокая, как бы, планка, да, то есть, у евреев самая высокая планка, какая возможна, да, из существующих. Это я хочу стать единым с самим Господом Богом, да. Теперь, если у меня, значит, если я молекула, и, значит, моя цель – это, значит, только размножаться и увеличивать количество молекул во Вселенной, да, причем перегонять одни в другие, да, ну, такая себе цель, и как я буду себя при этом воспринимать, если я просто случайно мутировавшая обезьяна, да, просто мутант, тупо случайный мутант, да, то, если я мутант, то с самооценкой все плохо, да, в общем-то, и, в общем-то, ну, как бы, дед... Есть такой... Еще анекдоты не вспомнил. То есть, летят рядом, знаете, религиозные, нерелигиозные евреи такие в самолете из Израиля, я не знаю, из Америки в Израиле, и он такой нерелигиозный, очень сильно не любит религиозных, но он смотрит, его внук, он просто там на ушах, на ушах это ходит, а внуку этого религиозного такой там, папа, папа, в общем, очень так уважительно и прям дедуля, и не знаю, да, то есть, очень прям как, ну, уважение своей матери, все дела. Он говорит, слушай, я вас, конечно, не люблю, но вот я не пойму одну вещь, почему он такой у тебя прилежный, почему такой хороший внук у тебя? Он говорит, смотри, ты на одно поколение ближе к обезьянам, с чего ему тебя уважают. Я на одно поколение ближе к дарованию Торы, к первому человеку и к Богу, поэтому он меня уважает. Вот такая идея, да, то твое восприятие мира в целом, оно вообще другое. И то есть, вот этот третий, этот фактор, да, он намного важнее, чем те два предыдущих, потому что те два, если у тебя нету третьего, они просто ноль. То есть, что там у нас было достижение, да, и вот эта позитивная оценка, да, какая позитивная оценка, если ты непонятно кто, да. То есть, Торы дает цель человечеству существования и миссию. Вот эта осмысленная жизнь с целью, это именно то, что дает человеку вообще ощущение счастья и делает человека большим, дает, собственно, самооценку. Ну и вообще вот этот, да, то есть, вот этот человек, который идет по улице, да, с мыслью, или вообще без мыслей, да, ну, с мыслью, что я, я как бы кусок, кусок, ну, то есть, я случайный такой кусок мяса, да, в общем-то, мне нужно успеть побольше получить удовольствие и успеть убежать от побольше количества страданий и, значит, помереть и все, да. Вот, ну, то есть, каким-то ощущением он просто идет там по улице, ну, так себе, да, ну, как бы надо успеть. Вот, теперь человек, который идет с мыслями, что, как бы, я, там, принадлежу к народу Бога, и, то есть, мысль, идея, то есть, со мной Бог, да, я не знаю, что может быть сильнее этого для самооценки, понимаете? То есть, если Всевышний дал мне заповедь, дал мне Тору, это то, что он на меня возложил, это самая крутая миссия, какая только может быть, то, ну, это просто, это мощно, это мощно работает, это просто прет, да. Окей, дайте я подумаю. Окей, ладно, я, давайте, уже мы это не совсем успеем. В общем-то, Растверский, он очень красиво говорит про связь воды и Тора и вода, да, что мы уже говорили, как важно человеку чувствовать цель, даже если остальные компоненты самооценки есть, то есть, ну, вот эти два компонента, которые я вам привел, да, даже если они есть, то все остальное все равно будет бессмысленное, если у тебя нету вот этой определенной цели и, как бы, идентификации себя с этой целью. Может показаться, что у человека широкий выбор возможностей в жизни, но это не совсем верно. Нешама, то есть наша душа, она жаждет совершенства, оно для нас в полном послушании воли Всевышнего. Так же, как вода, а не пища, богатство и почести необходимы для утоления жажды, так и преданность воли Всевышнего для духовного наполнения. На жажде преданности Всевышнего остаются разочарованы, даже если человек получает много других приятных вещей. Некоторые люди, которые достигли удовлетворения, но это мы с вами много обещали, как удовлетворение про счастье, почти всех личных желаний ощущают факум, тоску по главному. Отсутствующие ингредиенты – это душевная полнота. Говорит, что это наши отношения со Всевышним, это единственный источник, единственный путь, в котором можно достичь вот этого утоления, вот этой жажды. То есть, если ты хочешь пить, ты можешь сколько угодно играть в боулинг, сколько угодно есть и сколько угодно делать все, что угодно, но вот эту главную свою потребность внутреннюю, которая заложена у человека на самом базовом уровне, ты никогда не закроешь без Всевышнего. Супер. И последнее, значит, у нас упражнение, в общем-то, у нас уже есть три списка, да, а последнее – это, собственно, определить цель жизни и как ее, в общем-то, определять, и что она из себя должна вам представлять, я вам уже объяснил. У вас есть варианта только два, значит, или успеть размножаться и умереть, да, и зачем все это нужно, непонятно. Или, значит, в общем, то, что я сейчас вам прочитал, то есть, это какая цель, цель, да, это самая высокая цель, и в зависимости от этого человек ощущает себя и свою жизнь в зависимости вот от этой цели, это главная вещь. То есть, у нас есть что? Теперь я вам просто приведу очень простую тему, значит, как все это запомнить. Итак, что это такое? Видите, где он стоит? Он стоит на краю дороги. Почему он стоит на краю дороги? Нет, потому что это первая вещь, это просто самая классная штука для запоминания. Нет, он стоит на краю дороги, потому что нужно перейти в крайность, так, чтобы исправить то, что ты хочешь исправить. Так это первое, что нам надо будет. Второе? Первое, это парамбулы, помнишь, Черновецкого, помнишь? Ну. Я объяснил там, что если ты хочешь что-то исправить, у тебя занижено, мне самооценка нужно перейти в крайность, на завышенную. А-а-а. Поэтому вот этот ДПСник, он стоит на краю дороги. И теперь, мне встать, у тебя очень грустный день, и ты подходишь к нему и говоришь, блин, у меня так все плохо, у меня прям самооценка, все очень плохо с самооценкой, да? Да ладно, наставь его. Ладно, я тебе. Ну, или взын. Я не знаю, попробуй мне. Значит, подходишь к нему и говоришь, он с такой, с дубинкой, ты подходишь и говоришь, что у меня самооценка все очень плохо, что мне делать? Он такой говорит тебе, берет вот эту дубинку, и говорит тебе ДПС. Почему он это говорит? Потому что это как раз получается три наших пункта, так? Значит, первое, это что? Достижения, да? То есть перейти в крайность, и окружить себя, значит, сотрудниками. Просто я вам даю образ, который очень легко вам все это даст. То есть достижения, это список, добрый список своих, того, что я хочу, того, что я могу, и, значит, добрых дел. Потом это позитивное мышление. И третье, это что? Это самоидентификация, это самое жирное, и самое главное, без которого все, в общем-то, достижения и позитивный подход, они, в общем-то, не стоят ничего. Так у евреев, в общем-то, самоидентификация, я думаю, что... Я думаю, что Тора для этого так и... напирает на тему скромности, потому что она дала нам немножко обратную вещь, то есть связь со Всевышним, это очень мощная штука, которой нужно дать какой-то противовес. Вот. Счастливый. Вот таки гал. А там девушка, да? А, здесь, здесь. Нет, нет. Вот, да? То есть, понятно. Мне кажется, то есть, у вас вопрос, то есть, что делать самооценка, раз, и вы представляете, вы эту картинку, у вас сразу все ответы, просто от одной картинки сразу есть в голове. Ну, и последний, последний самый вопрос, это, в общем-то, зачем нужна самооценка? Да, все в жизни, есть недостаток, есть стремление заполнить этот недостаток. То есть, зачем нужна эта самооценка? Варианта только два. Одни люди будут стремиться, что ее получить, чтобы просто сидеть и кайфовать, да? А другие, и это точно то, что мы делаем, что это будет для меня только средством, то есть, это будет как электричеством, которое проводит свет в эти лампочки, для того, чтобы реализовать волю Всевышнего в этом мире. В общем, что? Что я вам хочу сказать? Я вам дал инструменты, значит, я вам объясню, какая самооценка должна быть. Я вам дал ДПСника, вам в помощь, да? Ну, и самое главное, это вот эта самоидентификация, то есть, кто я? Третий инструмент. Используйте, в общем, все эти инструменты, у вас все будет очень хорошо. Спасибо вам за внимание. Ребята, у нас в гостях известная пара Рам Леви и Рик Антаревичи. Случайно. Случайно.